Во-первых, речь пойдет о техническом зрении, об обработке изображений, и именно поэтому не будет никаких слайдов и никаких картинок. Мне кажется очень важным, чтобы было возможным говорить об обработке изображений без изображений. В этот момент наступает наука. Понятно, что на практике для того, чтобы заниматься индустриальной какой-нибудь распознающей системой, нужно непрерывно просматривать миллионы изображений лично исследователю. Только тогда станет понятно, в чем там проблема, с чем надо бороться, с чем не надо бороться. Но когда речь заходит о теории, если задача не помещается в голову, значит она не будет решена. А в голову попадают какие-то абстрактные вещи, и фломастеры, доски должно хватить. А поскольку речь пойдет именно о математике, то попытаемся обойтись моими отвратительными талантами художника и попробуем вообще картинки в самых критических случаях использовать. Так какая же математика нужна, чтобы компьютеру видеть? Компьютер видеть, значит компьютер vision, техническое зрение. У нас техническое зрение под собой имеет две большие дисциплины. Это распознавание образов и обработка изображений. Но к ним она не сводится, это некоторая третья дисциплина, которую эти две включает. Когда говорят о зрении, на текущем этапе моды, конечно, в голову приходит именно pattern recognition, распознавание образов и, конечно, именно машинное обучение, все это deep learning. И становится понятно, что вся математика в компьютерном зрении — это непрерывная оптимизация. Для того чтобы научить нейронную сетку, надо в пространстве параметров этой машины провести оптимизацию на каком-то наборе обучающих данных, и все понятно. Ну вот про это ничего не будет сегодня вообще. И я попытаюсь рассказать про какие-то неожиданные, я надеюсь, вещи, которые возникают в обработке изображений в зрении, чтобы математика какая-то была разная и странная. Хотя, как правило, простая. Значит, ну если мы говорим о зрении, то зрение — это классическая обратная задача. То есть некорректно поставленная задача, для которой есть корректная, прямая некоторая задача, которая — задача формирования изображения. Ну, то есть все представляют по нынешнему кинематографу, по мультикам, по фильмам, насколько продвинулась визуализация, да, что мы можем нарисовать любой трехмерный мир и его почти как по физике превратить в картинку. Задача зрения — это обратная задача — по картинке понять, что же там было в трехмерном мире. Ну, и если классически в математике считается, что все эти обратные задачи, они очень сложные, а прямые задачи им соответствующие, они простые, давайте поговорим о простой задаче — визуализации, но немножечко усложним. Значит, вот есть все вещи, которые решены, а есть, например, не знаю, какой-нибудь спутник-шпион или просто многоканальная камера, или вы работаете, не знаю, на синхротроне во Франции или в России, и у вас есть какой-то образец, который вы посмотрели там на сотни разных энергиях. У вас картинка с сотней цветовых каналов, не с тремя, как RGB, а 100 или 200, и вы хотите увидеть эту картинку. Ну, нормальная задача для исследователя — увидеть картинку. Итак, у вас есть картинка I, которая имеет координаты x, y и, не знаю, неважно, c, номер канала или там цветовой канал, все равно c будет. Но человек может нормально воспринимать вот трехканальные картинки или меньше, 100-канальную, непонятно, как изобразить. Для простоты будем рассматривать другую задачу, как если бы картинка была цветная, то есть c равно не 100, а 3, но мы хотим отобразить это же на черно-белом мониторе. То есть мы хотим отобразить это в одномерное цветовое пространство. Я хочу не иметь три разные картинки, которые мне придется еще мысленно сопоставлять по координатам. Я хочу получить одну серую картинку, на которой я увижу то, что было на цветной. Ну, это дальтоник и хочу. Классический подход какой? Рассмотрим цветовое пространство, в данном случае трехмерное. В нем картинка будет облаком точек некоторым. У этого облака точек можно построить матрицу ковариации, которая будет описывать эллипсоид инерции этого распределения. И первое собственное значение и соответствующий ему вектор будут указывать главную ось этого эллипсоида инерции. И тогда можно всю картинку спроецировать на эту ось. То есть каждый пиксель обрабатывается отдельно. И любые координаты RGB точки соответствуют какой-то координате на этой оси, условно говоря, вот амплитуде этого серого сигнала на выходе. И каждый пиксель мы так обработаем, просто линейным преобразованием на C. Почему этот метод работает? Ну, потому что мы выделили направление главного контраста. Мы выделили то направление в цветовом пространстве, где картинка меняется. А то, что мы хотим на картинке увидеть, это как раз то, что меняется. Мы видим изменения. Значит, есть надежда, что если были какие-то изменения, то они останутся как изменения вот этой яркости, и мы это все увидим. Но проблема. Несмотря на то, что вся картинка в основном может быть расположена вдоль этой оси, конкретный объект и его конкретный фон могут оказаться в точности ортогональной выбранному нами направлению. Точнее, не нами, а PCM. Таким образом, если у нас был, извините, танк на фоне чего-нибудь, и была у него четкая граница, потому что, не знаю, это было зеленым, а, точнее, танк, не знаю, был синим, а фон был зеленым, но у них была одинаковая яркость, а картинка в основном менялась именно вдоль яркости, то при проецировании в это черно-белое пространство танк исчез, и мы не увидим важной детали. Что же делать? Если продолжать искать преобразования, которые два пиксела одного цвета отображают в пикселы одного цвета, ну, логично, да, если это танк, и соседний танк, тоже танк, мы хотим видеть их одного цвета на выходном изображении. Так вот, если требование сохраняется, то ничего хорошего больше не получится. Окажется, всегда найдется сколь угодно контрастный объект, который исчезнет. Беда. Давайте не требовать это. Пусть танки окажутся на выходной картинке разноцветные, ну, разных уровней яркости. Главное, чтобы ничего не пропадало. Оказывается, вот просто такая постановка задачи нас приводит к интересным вещам. Мы ставим задачу как задачу сохранения контраста. Мы говорим, если есть какой-то объект, то у него есть какой-то контур, граница. На этой границе есть какой-то градиент, да, то есть там функция меняется быстро. Если мы построим такую выходную картинку, где градиент такой же, то объект, очевидно, останется видимым. Поскольку, если бы он стал невидимым, то градиент в этом месте был равен нулю. Отличный план. Проблема. У нас исходный цвет — это вектор. Кто-нибудь понимает, что такое градиент от вектора? Ну, градиент в векторном поле, не в скалярном. Такого не бывает. Дивергенция бывает, ротор бывает, градиент не бывает. Батинцы и поли. Значит, ну вот есть тензор, который в обработке изображения называется псевдоградиентом дизензо или тензором дизензо. Он обладает свойствами градиента некоторыми. Значит, это... Ну, сейчас, наверное, надо записать, что это. Если я еще... Нет, dx не дважды, а dx в квадрате. Так. Сейчас. Вот так. Ох! Как же он выглядит-то? Это здесь dy dy. Здесь dx dy. И здесь равно. Он симметричный. Так. А теперь надо здесь написать сумму, и все станет хорошо. Вот такая штука. Это что у нас? Матрица-ковариация в пространстве... в пространстве цветовых разностей. Вот примерно так. И... Значит, первое собственное... Корень из первого собственного значения имеет... У этой матрицы имеет смысл модуля градиента. А... Первый собственный вектор это направление в цветовом... Сейчас. Он в каком пространстве живет? Короче, эта штука задает и направление в цветовом пространстве наибольшего изменения цвета в точке и направление в пространстве координат, куда оно происходит. Единственное отличие, что градиент имеет направление, а эта штука это директор, а не вектор. То есть она определена с точностью до 180 градусов. Ну вот как, направление дороги оно задано с точностью до 180 градусов, это не вектор. Но направление, безусловно, есть. Можно показать, что если картинка на самом деле была серой, только погруженная в цветовое пространство, то эта штука в точности совпадет с классическим градиентом, и второе собственное значение будет равно нулю. Что говорит о том, что если у вас в каком-то направлении цвет течет, ну там, не знаю, из красного в зеленый, но при этом вся картинка находится в красно-зеленой гамме, и на самом деле однокомпонентная, то поперек ничего не течет, как и у обычного градиента, поперек которого производная равна нулю. В случае же, если это истинно цветная картинка, то в поперечном направлении цвет будет меняться в цветовом пространстве в поперечном направлении, и изменение в поперечном направлении по модулю будет минимально среди всех углов. То есть есть направление максимального изменения цвета, ну или вот вектора, и поперек ему это направление минимального изменения. Если же оно везде это минимальное равно нулю, значит, исходная картинка на самом деле была однокомпонентной, и это не облако, а это что-то, лежащее на одной прямой, и задача становится тривиальной. Как нам это помогает? Мы говорим, что есть некоторый псевдоградиент от i. Это у нас вектор, и мы пишем, не знаю, p-град, да, это тоже вектор, и мы хотим построить такую картинку E1, скалярную, градиент от которой равен вот этой штуке, да? И тогда мы построим такую серую картинку, на которой структура границ будет такая же, какой-то цветной, а эту штуку мы как бы научились считать. Проблема. Не всякая функция является градиентом другой функции, и вот эта штука, как правило, не всякая. Кто помнит, какие функции являются градиентами, ну, векторные функции являются градиентами, а какие нет? Никто не помнит, да? Ротор должен быть равен нулю. Если ротор не ноль, то это не градиент. Вот это в штуке не нулевой ротор, как правило. Что же делать? Ну, понятно, что делать. Если нельзя точно, давайте в среднеквадратичном приближении найдем такую функцию, у которой градиент как можно ближе к вот этому псевдоградиенту, в смысле квадратичного отклонения. Это задача какой математики? Это задача вариационного исчисления. А задача, поставленная так, относится к классу так называемых простейших задач вариационного исчисления. И если заглянуть в справочник, окажется, что она сводится к уравнению Плассона. И выглядеть это будет так. Мы ищем такую и один, лаплосиан от которой равен дивергенции от псевдоградиента от вот той штуки, которая была исходной. Вот у нас уже дифуры пошли. А вот эту штуку как решать, кто-нибудь знает? На прямоугольнике. Фурье, конечно. За два фурье она решается. Особенно в дискретном случае мы можем всегда считать, что лаплосиан никакой не лаплосиан, а некоторая свертка. И все сразу становится понятно. По теореме о свертке, знаете такую? Я, правда, свертку как-то нестандартно обозначаю, как мне кто-то сказал. Но мы договоримся, что это свертка. Ой, вот здесь уже обычное умножение. По теореме о свертке мы можем применить фурье, к обеим читам, поделить одно на другое, обратное фурье, и мы получили ответ. И вот эта штука визуализирует любые объекты в сколько угодно канальном изображении. Они никуда не исчезают, если у них был контраст, контраст остается. Единственное, что вся яркость перекашивается, так что два объекта, которые имели одинаковый цвет в исходном пространстве, перестают иметь одинаковый цвет на выходе. Вот такая вот неожиданная, думаю, вещь. Второй пример. Совсем простой. Это фильтрация. Про визуализацию поговорили. Обработка изображений начиналась с фильтрации изображений. Есть изображение, но оно плохое. Оно шумное, и мы хотим его как-то очистить. Что же здесь нам может пригодиться? Во-первых, нам, безусловно, пригождается линейная фильтрация, когда мы говорим, что фильтр от изображения часто может быть представлен в виде свертки. То есть у нас есть входное изображение, и мы сворачиваем нам, не знаю, с гаусянкой, с некоторым окном сигма, и это будет сглаживающий фильтр. Это так делают в обработке сигналов с давних-давних времен. А чтобы такие свертки быстро считать, можно воспользоваться теоремой о свертке, которую я уже записывал, и через Фурье это все сделать. Но существуют другие способы считать свертки невероятно быстро. очень простой сглаживающий фильтр. Понятно, что такое сглаживающий фильтр. У нас была вот такая штука. Мы хотим получить вот такую штуку. Вот в этом конкретном случае нам подойдет очень простой сглаживающий фильтр. Давайте на выходе посчитаем среднее по окну у каждой точки. Вот будем это окошко двигать, каждый раз считать по окну среднее, и на выход давать среднее. Он сгладит, это совершенно точно. Как эту штуку быстро посчитать? Ну, понятно, что делим мы один раз на выходной элемент, и это можно пренебречь. Значит, вычислительно-трудоемкая процедура это просуммировать массив длины Н Николай вдоль окна длины М Михаил. Вот мы Михаилом прошлись по Николаю. Да, извините за пропаганду. Значит, и это самое, хотим получить суммы. Казалось бы, вот так у нас все будет плохо по количеству операций. Да, ну вот нет, конечно нет. А как? А вот сейчас мы вспомним. Вы помните, что такое основная теорема анализа? Кто-то вообще знает? Или это вообще только в прошлом веке она называлась основной теоремой анализа? Основная теорема математического анализа. Она же формула. Формула Исаева-Штирлица. Ньютона-Лебница. Она основная теорема. Интересно, почему? Я ее запишу сейчас в особенно отвратительном виде. Когда совсем непонятно, в чем же, собственно, пафос. Интеграл равен интегралу. Нашли, чему удивить. Значит, вот эта штука, это площадь под кривой, а вот эта штука, это вещь обратная к тангенсу угла наклона. И с какой стати они равны, это как бы непонятно. Поэтому это называется основной теоремой анализа. Перепишем это в дискретном виде. Меня нет. Перепишем это в дискретном виде. Вот эта штука, это у нас сумма от а до b некоторой функции, заданной уже на дискретных отчетах. А вот это некоторая другая функция, которую надо просто в b минус f в а минус 1. вот так. a плюс 1. Сейчас. От а до b включая, да, а минус 1. Вот так. Где f, в свою очередь, it, это сумма g от 1 до i f gt. Да? Что же это нам дает? Эта штука, которая первообразная, это кумулятивная сумма. Ну, формула осталась верной, да, в дискретном случае. Кумулятивную сумму от сигнала можно посчитать за один раз за o от n. После чего по формулу Ньютона-Лейбница любой интеграл, то есть любая сумма по отрезку будет считаться за одну операцию, за одно вычитание. Поэтому интегрирование вдоль отрезка, ну, точнее, проход этим фильтром, усреднение будет на самом деле от n. Теперь поговорим о математической морфологии. Это все тоже про фильтрацию. Существует проблема с линейной фильтрацией и изображениями. Линейная фильтрация не работает. Ну, то есть вообще. Связано это с тем, что линейная фильтрация разрабатывалась для случая в обработке сигналов, когда сигнал и шум частотно разделены. Это нормально в акустике, в этом самом, в радиотехнике, но это не подходит для изображений трехмерного мира в отраженном излучении. Почему? Кто понимает, почему вот картинка к ней линейная фильтрация не применима, картинка будет разрушаться от этого? Ну, очевидно, я веду к тому, что спектр у сигнала полезного очень широкий. Почему у картинки широкий спектр? Дельта выбросов вроде там нет, никаких ярких точек, висящих нет. Чего есть у изображения такого страшного для спектра? Разрывы, на самом деле. Я не очень понимаю, что такое грани, но разрывы, интенсивности на изображении есть, и они достигают любых конечных величин. Почему изображение это кусочная непрерывная функция? потому что даже у непрерывных объектов в трехмерном пространстве есть границы. Соответственно, на изображении есть разрывы глубины. Вот объект кончился, начался другой объект, фон. Их наблюдаемые характеристики никак не скоррелированы, это абсолютно независимые объекты. Поэтому это разрывная функция. И мы постоянно хотим отфильтровать не вот такой сигнал, а вот такой. И нас совершенно не устраивает, когда в результате фильтрации получается гладенькая функция с размазанным краем. Что же делать? Что же делать? Существует такая вещь, как математическая морфология, которая нам поможет. Рассмотрим вот такой сигнал. Даже чуть-чуть по-другому. Вот такой сигнал. Будем считать, что вот это хороший сигнал, а вот это спайк шум. Вот это выброс, его быть не должно. Мы знаем, что все, что уже, чем вот такое окно, это не сигнал. Причем ждем спайка именно положительного, то есть всплеск вверх, не вниз, не провал. Как можно отфильтровать такой сигнал? Во-первых, посчитаем оконный минимум. вот с таким окном. Вот эта штука переедет ровно на ширину окна вправо. Вот эта штука переедет ровно на ширину окна влево, а вот эту штуку с экскаватором просто сроет. теперь к получившемуся сигналу применим оконный максимум с тем же окном. Вот эти два фронта переедут обратно в точности на то же самое место, сохранив свою форму. Никакого искажения. А вот эта штука уже ниоткуда возродиться не сможет, она убита. Последовательность минимум-максимум называется операцией размыкания, морфологического размыкания. Последовательность максимум-минимум называется операцией морфологического замыкания. Если мы сделаем размыкание, мы убьем маленькие пики. Если мы сделаем потом замыкание, то мы убьем и узкие колодцы. При этом амплитуда убиваемого сигнала может быть сколь угодно высокой. То есть можно очень сильные помехи таким образом давить. И при этом не происходит никаких разрушений фронтов. Но все это хорошо, но надо же быстро. В изображении очень много пикселов. Опять кажется, что правильный ответ это O от M на N. Потому что трюк с формулой Ньютона и Лебница у нас не пройдет. Там у нас появлялось вычитание. А минимум и максимум это идемпотентные операции и к ним обратных не существует и быть не может. Мы не можем обратить минимум. Так что же делать? Как ни странно существует быстрый алгоритм подсчета этого хозяйства называется алгоритм Ванхерка Гилла Вермана. Ванхерк это один человек, а Гилла Вермана это два совершенно других. Ну то есть вот Ванхерк считал, что он изобрел, а Гилла Вермана считают, что они изобрели. Я его слышал как алгоритм Ванхерка, а только потом узнал, что есть альтернативное мнение на этот счет. Разобьем исходный сигнал на отрезки длины Михаил минус один. Такое разбиение интересно следующим фактом. Любой отрезок длины Михаил пересекает ровно один разрез. Это понятно, да? Никогда два и никогда ноль. Отлично. Теперь что мы сделаем? Как мы раньше считали кумулятивную с... Ну вот я вот нарисовал разрезы. Честное слово, я думаю, что я не настолько плохой художник. Значит, посчитаем правые и левые кумулятивные максимумы, как раньше считали кумулятивные суммы непрерывно по всему изображению. То есть я вот так это изображу в виде такой вот... Сейчас я объясню, что я нарисовал. Значит, вот в первом пикселе положим максимум с первого элемента, то есть сам первый элемент. Во второй максимум из первых двух. В третьей максимум из первых трех. И так далее. Это кумулятивный максимум. И он считается за латен. Это господи. За латен. И вот это считается за латен. Это в обратную сторону я посчитал. Теперь рассмотрим любой отрезок длины Михаил. И проведем вот такие штуки. Поймем, что вот в этом пикселе хранился кумулятивный максимум вот по этому отрезку. А в этом пикселе хранился максимум по вот этому отрезку. И максимум из этих двух отрезков это максимум поисковому отрезку. Таким образом, за 3n, что незначительно хуже, чем раньше было 2n, и асимптотика просто совпадает, мы посчитали морфологический фильтр. Двигаемся дальше. То есть мы берем отрезок длины m, то сюда подставляем, разлим по максимуму, выбираем это длины. Не, ну как? У вас есть отрезок, к которому вы проходите всевозможные положения. И для каждого отрезка вам нужно ответить одно число, максимальное по этому отрезку. У вас всегда известны левые координаты и правые координаты. По левой координате вы делаете выборку из одного массива, по правой координате вы делаете выборку из другого массива. Получили два числа, между этими двумя числами посчитали максимум сказали в ответе. честно. Едем дальше. Куда мы едем? Ага, с фильтрацией покончено. Нет, на самом деле с фильтрацией все совсем не так. Там есть всякие интересности типа билатерального фильтра. Но я пытаюсь рассказать как можно больше разного и простого. Это все как бы мясо и овощи. Из него на самом деле варится суп. Но про суп я вам не расскажу. Задача кластеризации. Теперь рассмотрим чего-нибудь более сложное, чем фильтрация. Если мы движемся в сторону распознавания, вот у нас уже была картинка, мы понимаем, как она создается, мы умеем очищать от шума, надо ее как-нибудь упростить так, чтобы возникло понятие объекта. Самое простое упрощение такого вида это бинаризация. Особенно ее легко объяснять в рамках распознавания документов. Вот у вас есть изображение документа, в каждой точке есть некоторая интенсивность, но мы знаем, что вообще-то бумага светлее, чем буквы. Поэтому мы говорим, давайте найдем такой порог по интенсивности, что буквы будут темнее, а бумага будет светлее. И тогда все, что темнее этого порога, объявим пикселами букв, а все, что выше, пикселами фона. Тогда у нас возникнут такие приятные вещи, как компоненты связности. Например, буква, за исключением всяких йо, кратких и прочих неприличных букв, они будут одной компонентной связности из вот этих пикселов букв. Дальше уже можно их перебирать, собирать из них строчки и много чего многие распознавалки сделаны так, а старые распознавалки сделаны только так, только с помощью бинаризации. Значит, задача бинаризации в самом простом случае, в глобальном, сводится к поиску пороговой функции вот этой, как константы от координат. Мы говорим, для всех пикселей правило одно и то же, порог один и тот же от координат не зависит. Тогда можно построить гистограмму яркости изображения, и мы ожидаем, что там увидим двугорбое распределение, и если мы научимся находить оптимальный разрез, то этот оптимальный разрез будет давать нам пороговое значение яркости. На самом деле, конечно, эта штука выглядит, знаете, как, сейчас я вам нарисую, вот так, и вот вы мне не поверите, но вот это это буквы. во-первых, букв гораздо меньше, их примерно 5% от бумаги, во-вторых, там все так расплывается, что никакого минимума нет, но черт с ним, все равно будем считать, что это гауссовская смесь двух с равными дисперсиями, но с разными амплитудами, и это действительно достаточно хорошая модель. Тогда утверждается, что согласно критерию ОЦУ хороший разрез будет минимизировать следующую, следующий функционал. m1, m2 это масса левой и правой части, ну и дисперсия, то есть суммарная взвешенная дисперсия должна быть минимальна. Ну понятно, в пределе, если было две дельта-функции, если они попали в одну область, то они дали большую дисперсию в этой области, а если мы разрезали между, то в каждой области дисперсия будет равна нулю. Разумный критерий и внезапно оказывается, вот вы мне просто поверьте, я не буду это выводить, что этот критерий совпадает с точностью до постоянных всяких коэффициентов с критерием студента, что на самом деле минимизация вот этой штуки это максимизация правдоподобия того, что это разные распределения по критерию студента. ну да, что у них разные мат-ожидания. Так что вылезает мат-статистика, именно поэтому он так здорово работает, даже вот в этом случае, потому что он на самом деле статистически обоснован. но это все как бы прошлое тысячелетие. Интересно, что-нибудь посложнее. Давайте подумаем, что будет, если мы будем резать двумерную гистограмму. Мы хотим оптимально разрезать вот такую штуку. Вопроса сразу возникает два. Первое. Каким множеством разрезов мы хотим разрезать? То есть разрез мы выбираем из некоторого множества разрезов. Здесь было понятно, мы просто перебираем разрезы, каждый разрез это точка. Здесь непонятно. И во-вторых, какой критерий будем минимизировать или максимизировать? В этом случае понятие дисперсии уже не так понятно. Вместо дисперсии у нас возникает матрица ковариации и, конечно, след матрицы ковариации имеет смысл дисперсии, но не факт, что это то, что нам нужно. Это мы сейчас разберем. Но сначала разберемся с множеством прямых. Я видел много статей такого рода, где говорят будем уметь отрезать вот так. Вот такими вот вещами, прямоугольными. Почему вот так? Но потому же почему звери вылизываются? Потому что могут. Эта штука это интеграл двумерный, такой же, как мы делали в одномерном случае для вычисления кумулятивных сумм. Что-нибудь по прямоугольнику можно посчитать одновременно для всех прямоугольников, растущих из начала отсчета. То есть как мы строили кумулятивный интеграл по одной координате, здесь строится кумулятивный интеграл по двум координатам. Чем помогают здесь вот эти штуки? Очень просто. Введем понятие аддитивной статистики. Аддитивная статистика это такая характеристика множества, которая при объединении множеств складывается. Например, число элементов это аддитивная статистика, суммарная масса множества это аддитивная статистика, а средняя масса это аддитивная статистика? Нет. А можно ли среднюю массу множества выразить через аддитивные статистики? Конечно, да, через две, которые я перечислил. Это значит, что объединяя множество или разъединяя их, мы можем поддерживать набор аддитивных статистик очень запросто, а в конце высчитывать какую-то неаддитивную, которая через аддитивные выражается. Например, дисперсия тоже такая же штука. Что это у нас? Это средний квадрат минус квадрат среднего. Это значит, что если у нас есть х, сейчас, единичка, х, х квадрат, вот три такие вещи, где х это элемент множества, ну, точнее, его величина, то из этих трех сумм, сумма единичек это n, сумма х и сумма х квадратов мы можем собрать дисперсию. Ну, поделив сумму х квадратов на n, получим средний квадрат, поделив сумму х на n, получим средний, возведем в квадрат, вычтем одно из другого, получим дисперсию. Таким образом, достаточно уметь интегрировать какие-то, ну, точнее, вот конкретно, если мы интегрируем эти три величины, для матрицы гавариации их будет не три, а единичка, х, у, х квадрат, х, у, у квадрат. Да, да, сколько получилось? Шесть. Если мы шесть этих величин научимся быстро интегрировать, то мы можем выбрать оптимально, очень быстро, ну, согласно нашему критерию. И вот они говорят, давайте интегрировать так и так. Ну, и как бы, ну, это же вот так нельзя, ну, это никуда не годится. Давайте резать прямой, произвольного положения, ну, это напрашивается. Да, это значит, что мы должны научиться вычислять интегралы от какого-то линейного объекта по полуплоскостям. И как только мы это как бы научимся, то все будет хорошо. Давайте сначала запишем в тупую. Вот в тупую сколько у нас вообще бывает положений прямых? Вот у нас на плоскости примерно n квадрат точек. Сколько существенно разных прямых примерно на плоскости n на n? Окей, Google, сколько у прямой параметров? Два, отлично, не три, молодцы. Ну, потому что во многих способах задания прямой их там три, но они избыточны. На самом деле их, конечно, два. Так вот, прямых на плоскости примерно столько же, сколько точек. То есть на массиве n на n примерно 4n квадрат прямых. Могу объяснить, как это происходит. Для простоты у нас все будет замкнуто там в Тор. Да, для простоты отлично. Значит, возьмем какую-то прямую и посчитаем, сколько есть параллельных прямых. Это дискретная штука, она состоит из пикселей. И очевидно, что ее сдвигать надо не поперек на единичку, а вправо на единичку, если она преимущественно вертикальная такая. И таких прямых будет n, и они плотно покроют плоскость. Значит, для любых прямых, семейства параллельных прямых, их там n. А сколько есть существенно разных наклонов? Давайте пока посмотрим только прямые, которые падают направо и остаются преимущественно вертикальными. Я утверждаю, что нужно, чтобы она за массив хотя бы на одну точку отклонилась от другой прямой, тогда имеет смысл новую прямую вводить. Сколько всего наклонов? Ну, n. Итого n квадрат, ну 4n квадрата, то, что есть еще падающие влево, есть преимущественно горизонтальные. Итак, для n квадрат прямых мы считаем полуплоскость, в которой примерно n квадрат точек, то есть за n в четвертый мы можем проинтегрировать все полуплоскости, а результат этого интегрирования записать в массив размера n квадрата, потому что полуплоскости перечисляются так же, как прямые. Плохой результат. Давайте вспомним наш трюк с интегрированием. Опять будем рассматривать преимущественно вертикальные прямые, но проинтегрируем, вот для простоты в ту сторону, массив, вот каждую строчку построим кумулятивную сумму. То есть теперь у нас в каждой точке есть интеграл по отрезку до правого края картинки. Это мы делаем за n квадрат. За n квадрат вот так прошлись справа налево по-арабски и вычислили эти все кумулятивные суммы построчные. Теперь интеграл вдоль прямой на исходном изображении будет интегралом вдоль полуплоскости. Это понятно? Ну потому что в каждой точке хранится вот такой интеграл. Сумма этих штук, сумма этих отрезков это и есть полуплоскости. Итак, у нас всего n квадрат прямых, то есть сначала за n квадрат мы частично проинтегрировали, потом для каждой прямой коих n квадрат проинтегрировали вдоль прямой, которая длина n, и того получился n куб. Лучше. А теперь внимание. Если мы хотим одновременно посчитать все суммы вдоль всех прямых, то это можно сделать честно за n квадрат лог n. И это называется быстрое преобразование хаффа, который близкий родственник быстрого преобразования фурье. Но про фурье знают все, а про хаффа нет. Почему возможно быстрее, чем брутофорсом, посчитать эти интегралы? Сейчас я вам сломаю мозг. Дело в том, что две пересекающиеся прямые могут иметь общего до половины площади. Ну вот непрерывные прямые пересекаются в одной точке, а дискретные прямые с двумя соседними углами пересекаются по половине площади. Показываю. Вот вертикальная прямая, а вот прямая с наклоном 1. Они пересекаются по половине площади. Это значит, что я тупым способом здесь дважды вычислял одну и ту же подсумму. Зачем? Не нужно. Вспомним, что динамическое программирование это мимиизация плюс рекурсия. Я не знаю, что это значит. И построим алгоритм динамического программирования для вот этой задачи подсчета всех подсумм одновременно. Всех сумм одновременно. Получим алгоритм быстрого преобразования хаффа. Там возникнет очень красивая бабочка, как в Фурье. И про это я сейчас ферно не успею рассказать. Но главное, что такое преобразование есть при ветоинтегральные преобразования. Аналогом преобразования хаффа в непрерывном случае является преобразование радона. Преобразование радона это тоже очень важная вещь в компьютерном зрении. Когда кому-нибудь делают компьютерную томографию рентгеновскую, то физика этой вселенной считает от вас преобразование радона. А задача компьютерной томографии это вычислить обратное преобразование, сказать, что у вас там было внутри при условии, что преобразование радона от вас известно. То есть каждый рентгеновский лучик интегрирует линейный коэффициент поглощения вдоль какой-то прямой. И результат преобразования радона от вас известен. Вопрос, какая была исходная функция. В обработке изображений это известно как преобразование хафа. И используется, когда вам нужно что-нибудь проинтегрировать по прямым, по полуплоскостям. Нет, рано еще стирать. Теперь какой мы критерий будем оптимизировать? Пусть след матрицы, как во многих статьях рекомендуется. Два круглых распределения мы отлично разрежем. А теперь у нас вот такая задача. Абсолютно реальная задача. Так выглядят цветовые распределения, например. Если вот вы возьмете цветовую гистограмму от вот такой картинки, вот как здесь, вы увидите, что кластеры, соответствующие однородно окрашенным объектам, они вытянуты в цветовом пространстве. Почему? Я не успею рассказать. Попытка разрезать два цветовых распределения по критерию дисперсии разрежет их, естественно, приведет к разрезу вот так. На две более-менее круглых штуки. А нам хотелось бы вот так. Можно ли выразить математически, что нам хотелось? Да, можно. На самом деле мы хотели, чтобы вот здесь у двух огрызков была маленькая не дисперсия, а второе собственное значение матрицы ковариации, которое будет означать толщину талии этой сосиски. Все, плывем, да, уже? Нет? Нормально? То есть, если мы запишем M1, E минус 1 плюс M2, E минус 2, где E это собственное значение, E минус меньше, E плюс больше. Минимизация вот такой штуки даст разрез. А как ее минимизировать? Ну, очень просто. Мы научились интегрировать вдоль всевозможных полуплоскостей что-нибудь. Интегрируем те статистики, из которых можно собрать матрицу ковариации. В результате получаем на отдельной плоскости в каждой точке матрицу ковариации, а точка — это параметры прямой. Координаты точки — это параметры прямой в исходном пространстве. Из каждой матрицы ковариации достаем собственные вектора, собственные значения, и потом просто смотрим за N2, где же там минимум на этой плоскости параметров прямых. Все. Вуаля. Это даже не опубликовано. Вы можете успеть раньше меня. Мой аспирант будет расстроен. Так. Что-нибудь я еще успею? О, вау. 7 минут, а мы еще к самому интересному даже не подошли. Конечно, нельзя заниматься техническим зрением настоящим, если вы не понимаете в проективных преобразованиях, еще в проективной геометрии, вот в этом все. Такая вот задача. Сейчас будет демонстрация MadSkills. Значит, я буду рисовать автомобиль. Я хочу распознать этот автомобиль. У меня есть база разных автомобилей. Ну, как специалисты по нейронным сетям будут решать? Ну, снимаем все автомобили со всех сторон, берем громадную обучающую выборку, обучим такую сверхразумную нейронную сеть и будем ей показывать фотографии. Я говорю, не-не-не-не, если вижу N вариант, я его убью. Значит, давайте поймем, что очень хорошо распознавать автомобили вид сбоку. Какие-то есть зализанные, где-то есть вообще девятка вся рубленая. То есть, если бы мы могли взглянуть на... Как-то вот развернуть так, чтобы увидеть сбоку. Нас спасает то, что вот все элементы, которые лежат в плоскости колес, точнее так, что кузов сбоку лежит близко к плоскости, проходящей через колеса. А все, что было плоскостью и спроецировалось центрально на плоскость нашего рисунка, может быть развернуто честным образом с помощью проективного преобразования. Нужно найти только 4 какие-то якорные точки и сказать, куда 4 точки перейдут. Любые два четырехугольника проективно-эквивалентны, ну, проективно-подобны. Поэтому нам нужно найти какие-то 4 якорные точки, отобразить их в пространстве эталонов и там уже нам потребуется всего одна фотография на машину, чтобы с ней сравнивать, узнавать, а не отснятая со всех углов. Пользуемся тем, что понятие касательное проективно-инвариантное. То есть если вы строите касательную в исходном пространстве, то на проективно-преобразованном картинке вы тоже будете строить касательную. Построим две общие касательные. А, ну, во-первых, найдем колеса, да? Как мы найдем колеса? Колеса изначально это окружности. Проективно-преобразованная окружность всегда эллипс. Это спасает. Все-таки достаточно простая вещь. Овалом стать не может. Всегда эллипс. Детекторы эллипсов, ну, известны. Задетектировали эллипсы колес, провели к этим эллипсам две общие, общие, касательные. У нас возникли четыре точки проективно-инвариантные. Они, это точки, которые по оси Z, ну, то есть, вот это одна вертикаль, это вторая вертикаль в исходном трехмерном пространстве. Это заодно нам глобальную систему координат какую-то дает. Теперь мы можем построить такое проективное преобразование, которое переведет их в прямоугольник длинный, да, с фиксированным размером. Еще пользуемся тем, что у легковых автомобилей база межосевая достаточно, ну, плюс-минус одинаковая. Но это нам здесь на самом деле не надо. У нас все равно все картинки нормированы на эту базу, получается. Соответственно, колеса становятся, ну, если не круглыми, то хотя бы одинаковыми по размеру. А все, что было в этой плоскости, начинает выглядеть, как задумывал дизайнер. И теперь уже, да, угу. И теперь вот это уже можно сравнивать. Сейчас вот. Еще три минуты. Ага. Есть гораздо более чудесные вещи, связанные с проективными преобразованиями. Сейчас я попробую. Не, наверное, не успею, но все равно попытаться стоит. Есть еще великолепная математика цвета, которая одновременно и алгебра, и геометрия там вылезает красивейше. Но уж про цвет точно ничего. А вот про... Значит, представьте себе, что у вас есть гладкий овал. Представьте себе, что вас заставляют эту вот картошку плоскую. Это плоская, гладкая, замкнутая кривая без особенностей. Ее вас заставляют узнать с любого ракурса. Задача выглядит абсолютно нереальной. Человек ее как-то решает. Оказывается, сейчас я половину алгоритма рассказывать не буду, придется вам поверить на слово. Оказывается, если известно, что исходный овал был центрально симметричным, ну это чего-нибудь такое, что делают люди. Нет, я сейчас сам себя перебью. Я посмотрел на ваши парты, они мне очень нравятся. Ваша парта это плоский рогалик. Как можно проективно-инвариантно узнавать рогалики? Как вот эту парту отличить от Пэкмана или любого другого рогалика, проективно-инвариантного? Если вам встретилось плоский гладкий контур с одной вогнутостью, постройте общую касательную. Это вам даст две проективно-инвариантные точки. И найдите две точки перегиба. Это даст вам еще две проективно-инвариантные точки. Если у вас есть другой рогалик, вы найдете на нем те же самые четыре точки. Вычислите проективное преобразование, которое переводит четыре точки в четыре точки. И если контур сойдутся, то это был один и тот же объект. Если не сойдутся, то нет. А как понять контур сошлись, не сошлись? Есть, например, расстояние фрише, чтобы сравнить две кривые. Моя же цель вас напугать, много разных слов сказать математических. Теперь более сложная задача. У этой штуки когда-то был центр симметрии. Если бы преобразование было афинным, центр симметрии бы сохранился. Проективно преобразованный контур с центром симметрии перестает быть центрально-симметричным. Но существует волшебный способ найти центр симметрии. Правда, жутким перебором. Образ центра симметрии. Самый простой способ. Будем перебирать все точки внутри овала. Ну, как-то дискретизуем. Бросим любое число хорд через эту тестируемую точку. У нас получится на хорде три точки или два отрезка. Вспомним, что есть инвариант на любой прямой проективного преобразования. Это ангармоническое двойное отношение трех отрезков. Вурф или, короче, по немецкой какой-то работе Вурф. Так вот, Вурф системы отрезков 1-1 бесконечность, это так называемый гармонический Вурф. Он равен некоторому конечному числу, в зависимости от того, как Вурф вводить. Вы можете достроить четвертую точку так, чтобы у этой системы четырех точек Вурф был гармоническим. Так вот, утверждается, что если у вас эти точки легли напрямую, то эта точка — это потерянный центр симметрии, а вот эта прямая — это горизонт, который перескакал из бесконечности вот сюда при проективном преобразовании. Потому что в исходной картинке вот эти два отрезка были равны, и гармонический Вурф утаскивал последнюю точку на бесконечность. А бесконечность — это прямая такая в проективном пространстве. И вот эта прямая при проективном преобразовании становится собственной. И отложив вот так, вы можете проверить, что эта точка — центр симметрии. Перебрав все точки, вы получите центр симметрии этого овала, который уже не похож на центр симметрии, потому что было проективное преобразование. Хорошо, у вас два центрально симметричных овала. Как их сравнить? Одна минута осталась. Воспользуемся тем же самым Вурфом, как проективным циркулем. Вот мы уже знаем, что у нас не просто овал, а овал с точкой. Проворащаем хорду и отложим каждый раз четвертую точку, зафиксировав значение Вурфа в любое число, но зафиксировав. Вы получите еще один контур. Это дополнительное построение, проективно-инвариантное. Возьмем еще одно значение Вурфа, еще другое. И отложим еще один контур. Это по-прежнему проективно-инвариантное построение. Теперь пройдем через каждую точку контура и проведем касательную. Она пересечет все в пяти точках, считая саму точку касания. На пяти точках можно посчитать два Вурфа. Возьмем плоскость Вурф1, Вурф2 и нарисуем, что получилось от нашего овала. Получим примерно вот такую диаграмму. Она уже не обязательно будет овалом, на ней могут быть вогнутости, самопересечения, все угодно. Но у этого образа исходного овала есть важное свойство. Если вы возьмете второй овал, который проективно-эквивалентен этому овалу, и повторите эти вещи, то их образы в пространстве В1, В2 совпадут. Это будет признаком того, что овалы были двумя проекциями одного овала. У меня все. Спасибо вам.